По сообщению администрации города Чебоксара, 17 января будет закрыт пешеходный переход возле остановки Дом Печати в столице Чувашии. С чем это связано и где теперь переходить дорогу жителям ближайшего микрорайона, расскажем в следующем сюжете. Пешеходный переход на проспекте Ивана Яковлева возле остановки Дом Печати был временным. По ГОСТу на дороге такого типа, шестиполосный, нерегулируемый пешеходный переход устанавливать запрещено. Он был открыт на определенный период, пока строили новый тротуар вдоль железнодорожного моста. Именно по нему теперь и придется переходить дорогу. Наверное, лучше будет, потому что это опасно ходить, все равно могут сбить. Нет, конечно, здесь должен быть переход, хороший культурный переход. Ну и хорошо для пожилых. Движение, жизнь. Будем бегать, Дом Печати все надо. Мы, наоборот, считаем, что нужно открыть, здесь хорошо, удобно жить. И магазины здесь, центр главный. Куда еще шагать только? Скоряки, как мы вон. Мнение мнениями, но нельзя забывать о безопасности. От остановки до железнодорожного путепровода 610 метров. Конечно, не всем по душе ходить в обход, но такой крюк, уверены специалисты, поможет сбереть человеческие жизни. Данный участок дороги, то есть это остановка, пешеходный переход, остановка Дом Печати, создала большую проблему, в частности, повышение фактов ДТП. То есть за 2400 год на данном участке произошло 6 дорожных трансферных происшествий, где, к сожалению, 1 человек погиб и 10 пострадавших. 4 наезда на пешехода, где 1 человек погиб и 3 пострадало. И 2 столкновения, где пострадало 7 человек. Возврата к теме нерегулируемого пешеходного перехода не будет. Эксперты дорожного движения ищут другие варианты. Тот, кто сейчас недоволен тем, что приходится немного пройти чуть больше, не 400 метров, а 600, предположим, от остановки, все забывают о том, что раньше, когда они садились в троллейбус, они ехали полчаса до кольца. Сейчас это проходит минут за 7-8. Поэтому здесь выигрыш на лицо. Пройти 600 метров, я думаю, не так страшно. Но администрация, мы выполняем проектное решение. Сделали магистраль непрерывного движения. Но администрация города, идя навстречу пожеланиям жителей этого микрорайона, вопрос не закрыт. На заседании по комиссии по безопасности было принято решение, что при первой же возможности будет рассмотрен вопрос строительства надземного пешеходного перехода. В подтверждении правильного решения немного статистики. За 12 месяцев 2014 года в республике произошло 606 наездов на пешеходах, в которых погибли 74 человека и 559 получили травмы. Из них 84 ребенка. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды «Пешеход-пешеходный переход». В рамках этих мероприятий экипажи ДПС дежурят на оживленных перекрестках города и следят за тем, чтобы водители транспортных средств пропускали пешеходов на зебре. Но пешеходы, в свою очередь, переходили в установленных местах. Марина Рябцева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.